Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 829. События дня. За 22 марта 2018 года. Псалом 34, с 4 по 9 стих. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они как прах при лицах ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Чтобы выгнал отсюда, чтобы молекула не осталась. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого. Да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться Господе, будет веселиться о спасении от него. Интересно, это псалтырь, самая считаемая в мировой практике книга. Ее считают на всех богослужениях, при домашнем молитве, при рождении, при погребении, везде. И ничего не знают, применить к себе не могут. Андрей К. Добрый день, Игнатий Тихонович. Ознакомился с вашим предложением. Как только найдется свободное время, с радостью возьмусь за это дело. Благодарю за внимание, и за возможность поучаствовать буду стараться. Ну, о том, что отдельно проповеди у меня в Ворде, по отдельной проповеди сделать надо и в виде ролика выставить. Тогда посещаемость все-таки какая-то будет. Проходит время, помаленьку набирается. Люди не привыкли не считать ничего, даже не знаете. Самая считаемая нация была. В Советском Союзе сидели, считали. Я думаю, а почему так вот? Считали там много, не знали. Они понимали, что считать. Вот едешь в метро, сидят подряд, все считают. Никакой информации-то не было, ни за рубежом, нигде. Железный занавес. А тут что угодно дадут, то и щитиво было. Вроде положительное, и в то же время ничего это не давало. А когда власть наступила, теперь библиотеки начали освобождать. Огромными кучами книги. Надо сдавать было, но макулатуру. А нет, тут прямо во дворах библиотеки горели и горели костры. Автодапе устроили. Вот сейчас появилась песня. Дядя Вова, мы с тобою о Путине. И поразмещала она на Мамаевом кургане. Больше миллиона посетителей, конечно. И на него сейчас пародии в таком же виде, таким же мотивом. Дядя Вова, мы с тобой. Тоже ребятишки. И да вы смеивает, еще только нет. Я гляжу, как бы мне не пошлось комментировать это. Вот о чем оно. Юные обладатели Сталинградской земли вместе с депутатом Госдумы исполнили патриотичную композицию о готовности встать грудью на защиту Родины. Каких прадедушки и прабабушки. Участие в записи песни приняли ученики полицейских классов школы номер 44. Даже в своем нежном возрасте ребята осознают долг каждого гражданина. Тем более потенциального правоохранителя. На земле сей был бы мир. Но если главный командир позовет в последний бой, Дядя Вова, мы с тобой. Обещают ребята. Мыслящие, думающие и очень любящие нашу страну, великую Россию. Воспитанные на подвигах наших защитников, Они точно понимают, что за это голубое мирное небо Их прадеды когда-то так самоотверженно боролись здесь, На Сталинградской земле. Так охарактеризовала школьников Анна Кувычка, Познакомившаяся с ними поближе во время съемок клипа. Вот тот самый депутат Анна Кувычка. Я думал, что она просто там может быть недавно где-то, А то депутат Государственной Думы. Кто же ее избирал-то туда? Приятная женщина. Оказалось, трое ребятишек у нее уже. Текст песни рассказывает о сложных дипломатических отношениях на международной арене, В которых Россия оказывается непреклонно и упорно придерживается собственного вектора. Развитие, несмотря на... Нет, не вектора, а развитие. Вектора развития, это одно слово. Вектор развития. Вектор один никак не поминается. Вектор чего? Это два слова. Собственного вектора развития. А ты как будто тут после вектора запятая считаешь. Собственного вектора развития. Не хватило дыхания. Несмотря на давление. Более того, школьники, вдохновленные примером Крыма, Надеются на присоединение других изначально российских территорий. Школьники надеются. Но ребенок, в чем он надеется? Там у него двор. Кровать, парта. Теперь перед ними стоят другие вызовы. Не менее серьезные. Чем прежде. Но они обязательно справятся. И победа будет за ними. Подчеркнула госпожа Ковычка. Кавычка это? Кавычка это не серьезно все-таки. Ну под видом, говорит. И учитель. Кавычка. То есть не учитель, там развратитель или как. Фамилия такая интересная. Я не встречал ее раньше. Как отмечает блокнот Волгограда, клип интересен и визуально. На видео попали ключевые места памяти оригинальной столицы. В первую очередь, конечно, Мамаев курган. Ну вот я могу даже показать. Некоторые, допустим, не видели, как он выглядит. Немножко хотя бы. Вот. Здесь где-то должно быть. Дядя Вова. Слова просчитать можно будет. Вот все она говорит, они хотят там. Вот. Слова просчитать. Прочитай. Песня дяди Вова мы с тобой о Путине прозвучала на Мамаевом кургане. Смотреть видел клип. 21 век настал. Шар земной от войн устал. Шар, а не плоская. Население шара гегемон достал. В Евросоюзе мнения нет. Ближний Восток стонет от бед. За океаном лишен власти президент. Вот какие слова. Сколько мудрости они считают здесь. А нам от северных морей вдаль до южных рубежей. От Курильских островов до Балтийских берегов. А на земле сей был бы мир. Но если главный командир позовет в последний бой Дядя Вова мы с тобой. А что достанется тому поколению моему. Дать слабинку потеряем всю страну. А наши верные друзья это флот и армия. Память дружбы деда Красная Звезда. А нам от северных морей вдаль до южных рубежей. От Курильских островов до Балтийских берегов. А на земле сей был бы мир. Но если главный командир позовет в последний бой Дядя Вова мы с тобой. Не достанется гряда Самураям никогда Грудью встанем за столицу янтаря Севастополь наш и Крым Для потомков сохраним В гавань родины Аляску возвратим А нам от северных морей Ну и дальше опять повторяет Вот это слова Я просто показать маленечко хотя бы Ну раз в начале говорите Показать Вот отрывками маленькими хотя бы показать Слушай, ну сидишь же ты Дальше перехиливай А наши верные друзья Это флот и армия Память дружбы Деда Красная Звезда Постово До Балтийских берегов А на земле сей был бы мир Но если главный командир Позовет последний бой Деда Лова мы с тобой А я-то вот Это песня-то прям не станет показать еще Не достанется гряда Самураям никогда Потом как сохраним Галой родины Аляску возвратим А нам от северных островов До Балтийских берегов Но если главный командир Позовет последний бой Деда Лова мы с тобой Ну вот это деда Лова мы с тобой Теперь слова эти разбираю Тут еще только нету Ну вот так Я вот об этом показал Еще привязываться буду Скажешь забрал Мне она не нужна Но так получилось Чтобы показать Что такое-то, такое-то будет И так Вот так Тут пишет мне вчера Одна вот Уныние такое Я пишу ей в ответ Игнатий Лапкин Согрешить дело человеческое А отчаиваться Дело сатанинское Святой Нил Синайский Под нашим видеороликом Нашей первой с вами встречей Я оставил комментарий О танцах в двух частях Прочитали? Отвечает Марина Сейчас богатого знакомства Показал какой ролик Марина отвечает мне Дочка у нее Полина Думает приехать даже Потеряевку С Украины Марина Игнатий Тихонович Видео я посмотрела С Полиной И ужаснулась Внешний вид Манера разговора Полина тоже сказала Мам Мне за тебя Чуть-чуть стыдно Я была Неестественная В волнении Про лагерь Полине рассказываю Но информацию Даю дозировано Комбинируя Что-то веселое И строгую дисциплину Вместе Посмотрели Катание на лодках Спорт Площадку Качели Больше всего Ей понравились Ваши кошки И голуби Допустим Выступает там С Мирнополя Что-то Ни кошек Ни голубей Нет Они сидят за столом И здесь все стороны Жизни мы показываем Рассказала Про то Как у вас Проходят службы Про внешний вид Про этикет за столом Раньше она Лето проводила В селе У бабушки Там много друзей Конечно же Больше хочется туда Но когда я Рассказываю О царстве небесном Она многое понимает Знаю Что отчаяние Это очень плохо Моя душа Требует Глобальных перемен Сейчас А мозг говорит Не все сразу Успокойся Все будет Но не сразу На все надо время Имей терпение Вот от этого Моя печаль До разговора с вами Мое понимание Было такое Жить как у вас В общине У меня не получится И к себе Вы меня тоже Не возьмете Кому я там нужна По многим причинам И обстоятельствам Поэтому необходимо Как-то приспосабливаться В том мире Какой у меня есть После разговора с вами Мое видение поменялось Инать Тихонович Я ранее писала Что у меня к вам Безграничное доверие Думаю Что именно О вас И о Бога просила Когда вы сказали Что танцы Это не христианское занятие Я принял это Как призыв К действию И теперь Возникают Большие трудности Она танцы Преподает как раз Преподаватель танцев Это не на каждом шагу Такое Раньше у меня Был план работы Но теперь Он утратил Весь смысл Два дня Хожу на работу И не знаю Что делать с детьми Вчера Например Прыгали На скакалках И играли в разные Интересные игры Всем понравилось Но когда родители Руководство узнают Но когда родители Руководство узнают Как у Надежды Васильевны Турнули оттуда И все Деньги я получаю Не за это Возникает вопрос Что делать Уволиться Тогда я подведу Начальницу Детей и их родителей Которым я уже Полюбилась Которые через Большие трудности Но начали мне доверять Поверили в мои методы Работы И важность Строгой дисциплины Мой уход Многие расценят Как предательство Продолжать работать Я тоже не могу Подстраиваясь Под этот мир Мы с Полиной Чтоб пощадить Окружающих Придумали Некоторые хитрости Что тоже Наверное Неправильно Ну вот это Хитрости Думали Здесь никак Уверовал Сразу Сразу заявил В полной программе А это Лукавство Это хитрость И это Богу не угодно Нигде в Писании Нету чтобы человеку Уверовал И Павел Стал сразу же говорить И сразу на него Уже покушение Сразу начал говорить Ставив Тупик всех Например Если садимся кушать И за столом Не только мы То после молитвы Себя и еду Мы перекрещиваем Мысленно Мысленно Это юзиты Так делают У католиков Мысленно В пост Чтобы посидеть Бабушек и дедушек Полина К ним Старается Не ходить А если Это необходимо То в идее Там разрешается Чуть больше Чем дома Внешний вид Мне комфортно Закутанный Длинная юбка Платок Отсутствие Макияжа Прически И тому подобное Но я беспокоюсь За психику Окружающих Все делаю Постепенно Например Мои первые Походы в храм И попытки Разговоров О Боге Закончились Паникой Что я попала В секту Это паника И люди Начали паниковать Ее Восемьдесят Одиноднадцать Неизвестно Что Да Говорю Сейчас понемногу Но мы уже Можем поднимать Эту тему Я очень радуюсь Когда они Задают вопросы И при мне Стараются Вести себя Сдержанно Вчера С Полиной Пытались Ввести В привычку Правильно Не наклоняться К еде И не заносить Подбородок За линию стола Полина Спокойно Это приняла Двенадцать лет Девочки Так как Все с рассуждением Но у нее Возник резонный вопрос Мама А как там Кушать При посторонних Вот эта игра Дома так А за домом По другому Меня тоже Приводят в отчаяние Вчера Забыла Включить Будильник На 4.40 И сегодня Нарушила правила Проспала День назад Говорила Я буду делать Как у вас Вот так Все это Видишь Сколько возникает Вопросов Потому что Никак Ты родился С выше Ты ожил Ты был мертвец А я буду показывать Что я по прежнему Мертвый Но ты не годится Ты уверовала Все Сразу же начинаю Все должны знать Ты Христова невеста Все Наверное Господь посчитал Что мне надо Немножко поспать А то я стала Какая-то раздражительная Господь уже помог На все идет Эти скобки Означают Что она улыбается Да Вот так За эти два дня После разговора с вами Моя жизнь вышла Из привычной колььи Сегодня Вы правильно написали И я соглашаюсь Бог все усмотрит Будьте радостны И даже в слезах Пред Господом Это я написал До этого еще До этого что она пишет От Евангелия Атьяна 1 глава 17 по 23 стих Я готова Рустам Вот что думаю Наверное Когда приеду домой Поговорю серьезно Со своим священником Он мне ответит Подлец За то что мне мозги Парафенил Неправильным крещением Это он ему теперь говорит Священнику Это же надо Только вдуматься Какая же наглая тварь Столько времени И усилий затратить И все праздно Сапожищем Кирзовым Под дых И арматориной По шее Пусть крестит Как должно И бесплатно Сученок Что попало Он в Библии Никогда не жил А у меня Библейский склад ума И гнев мой Праведный За хвост Да в яму Устрою Разборки В маленьком Токио В кавычках Евгений Трапко Сфотографировал Для Натали Усатой Мы недавно Общались О мессианских Евреях О их опыте Благовестии Евреям Это он И в Иерусалиме Там живет И оттуда сообщает Рядом живет Я сюда Закидал ролик С этим человеком Как он Благовестует На улице В Тель-Ави На этой книге Тренирую Свой английский Язык Когда еще Был у мессианских Евреев Взял эту Книжицу У одной Общины В Иерусалиме Сейчас Взялся За зубрежку Английского По этой книге И вспомнилось Мне Что мы Обсуждали Этого человека И его опыт Благовестия В группе Решил Зафоткать Вот так По такому Мессианскому Наследию И английский Учу Наверное Теперь надо Святых отцов На английском языке Искать Для зубрежки Английского языка Наталья Усатая Мир вам Евгений Да А в интернете Есть эта книга Язык Не надо Зубрить Его надо Практиковать С носителем языка Потом Вы заметите Как автоматически На ум Приходят Готовые фразы Наталья Усатая Хорошее название Почему я Евгений Трапко В интернете Возможно Есть На русском языке Эта книга Тоже есть В мессианских И общинах Их раздают Бесплатно Для практики Английского Хорошо жить Где-то В Иерусалиме Может и В Назарете В том месте Где я живу Хорошо свой Русский язык Практиковать Но не английский Наталья Усатая Общение нужно Предложить Англоязычному Человеку Слушай Давай вместе Читать Библию Вот так Евгений Трапко В исполнении Католической Монахини Это поет Она Он показал Небесное пение Гусейнов Рустам Кольцо На руке И волосы Выглядывают Из-под платка Ой Не похоже На монахиню Евгений Трапко У католиков Есть монахини В миру Я в Израиле Одну такую католичку Встречал Общаться с ней В монастыре Ее привлекло Большое католичество Больше католичество Чем православие И она стала католичкой Из России родом Пение ангельское Чудное пение Какое у этой католички Гусейнов Рустам Ну да В католической церкви Не такая строгость Может быть Как в православной Тем более В наше время Евгений Трапко У католиков Распространены Во время службы Такие свободные Ивангельские пения За органом Меня конечно Это привлекает Мне это напоминает То пение Во время собрания Которое было У мессианских вереев В православии Такого свободного пения По сборнику За музыкальными инструментами Фортепьяно И так далее Такого нет в православии Гусейнов Рустам Не знаю Как для меня Мне бы Больше мощных Литургий С соблюдением Каноновой церкви А песнопения Можно ставить На пятое Десятое Разве что Псалмы царя Давида Во славу Господа Евгений Тропко Латинский язык Вообще Очень мягкий язык Я слушал Недавно Католическое Монашеское пение Я даже бы Сказал По моим ощущениям Меня это Легко Настраивало На молитвенный Настрой На саму молитву Русская Православная Литургия По своему Совершенно Другая Язык другой Такт Молитвенной волны И частот Воспринимается По другому Две разные Церковные Литургические Традиции Запад и Восток Густейнов Рустам Рукоположение Предание Отцов Истории Культуры И даже язык Конечно Все разное Безусловно Все это Отражается На церковную Литургию Евгений Тропко Так как я Из протестантов Пришел в православие То западное Христианское Свободное выражение В пенели То или в чем-то Другом Будет всегда Меня притягивать Так как я Сам этим Жил И был таким А теперь Мне надо Принимать православие Так Как оно Есть на сегодняшний день В тех рамках Порой мне кажется Очень узких Рамках В своем Выражении Ну конечно Я не услышу В таком Свободном Духовном Выражении На православной Литургии Дух Святой Приди Ну а как же Вот Царю небесную Утешь Душа истинная И живет Сокровище Православие Православие Рознь Серафим Псаровский Говорил Что он ошибался Когда говорил Не по Евангелию Игнатий Бринщининов В конце 19 века Писал Что едва ли 10 Из 1370 Монастырей России Найдется Где живут По Евангелию Сейчас Монастыри Не занимаются Евангельской Проповедью Не готовят Благовестников Но занимаются Приемом Паломников О которым О евангельской Радости Тоже не Рассказывают И богослужения Ведут На непонятном Языке К сожалению Так что Православные Ненамного Лучше католиков Гусейнов Рустам Православие Вы уже приняли Евгений А Дух Святой Зови Не зови Пока не крестишь По канонам Он и не придет Вы уже крещены Выражать Свою любовь К Богу Песнопением Это приветствуется Вам тут Никто не запретит Приветствуется Проговори Как следует Это приветствуется Вам тут Никто не запретит Мое личное мнение Самый лучший Пример Это наш Господь Иисус Христос Не помню Из Евангелия Чтобы он пел Больше проповедовал Учил И наставлял Кормил И исцелял Ну есть Воспели Псалмы Пошли в Гессиманский сад Перед казнью Известно Какие псалмы Даже у евреев Поют там Коротенькие После Сто Восемнадцатого Евгений Трапко Роман Фроликов Вы о делах Пишите А я Пишу О духовном Свободовыражении О духовной Культурной Традиции Литургия Пение И так далее Игнатий Тихонович Тоже принял От баптиста Свободное Баптистское Пение После Литургии Только в последнее Время Особо у них На собрании Не поет Ивангельских Песен Может потому Что Виктора Савченко Рядом нет Да не Викторе Дело От людей Общинских Зависит Все Ихняя Община Может Свои Православные Духовные Песни Сочинять И петь На собрании Может Свои Православные Ударение На свои Все Творю Все Новое Из Откровения Валентина Сартисон Евгений На собраниях Не поют А поют Всегда После Собрания И без Музыкального Сопровождения Она знает Это у нас Только по-видимому Не записывают И не выставляют Александр Ложка Моев Ложки Моев Фамилия Какая Ложка Моев Игнатий Тихонович Храни Вас Господь Крепкого Вам Здоровья Еще раз Огромное Спасибо За Ваши Труды Благодаря Вам Я обращаюсь К Богу Скажите Пожалуйста Собираетесь Если Вы В Москву Если Если Да То Когда И Где Можно Вас Увидеть Евгений Давыдкин Вот Поэтому Я хотел Вас Спросить О тайной Молитве Игнатий 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 Себя Начинаю Снова И Снова Перетряхивать Работать Над Собой Очень Помогают Ваши Ролики И Книги И Толкования На Новый Завет Фифилакто Болгарский Он Выписал Все Книги Купил У меня Все Книги Ну Что Показать Как Всегда Ресурсы Наши И Вот Он Опять Что-то Еще Добавил Евгений Давыдкин Что Он Говорит Со Мною Что Он Говорится Вот Здесь Сейчас Говорит Под Градусом Ну Смотри Где Тут Закончилось Тут Много Что-то Вот Отсюда Да И Еще Во Время Беседы С Крестным Его Георгия Зовут Мне Не Нравилась Ему Не Нравилась Моя Борода И Он К ней Цеплялся Словами Хотя Раньше Год Назад Он Одобрительно К этому Относился И Не Говорил Мне Побресь И В Этом Духе А Теперь Высказался Высказался Негатив На Бороде Да Я Согласен Мне Надо За Собой Смотреть И Над Собой Работать Но Ведь Он Сам Пришел И Советовался Со Мной Но Не Принял Моих Советов По Поводу Женщины И Так Далее Он Сказал Что Это Якобы От Бога И Ему Интересно Чему Это Приведет Общение Женщины Они Работают В Одном Коллективе Я Же Его Пытаюсь Предостеречь И Просто Говорю Что Это Опасно Возможно Он Думает Что Крестник Не Может Учить Своего Крестного Отца Так Ему Кажется Наверное И Он Считает Что Я Его Учить Пытаюсь Умничаю Как То Все Перевернуто Ему Видится И Слышится Слава Иисусу Христу А Я Только По Братски Предостеречь Хотел От Возможной Беды От Этой Женщины Ведь Лукавый И Тонко Может Подойти Не Грубо А С Добрыми Намерениями Даже Каббы И Вот Я Беспокоюсь Немного За Него Как Быть Игнать Тихонович Вот Как Сказал Да Что он тебе Говорит Ну Видно Что Ни По Каким Признакам Не Видно Что Это Человек Верующий От Чего То Отрекся Прекрати Всякое Общение Ну Какой Жен Крест И Крещение То Не Бало И Обман Все Может Быть Он Тебе Никто Есть Учитель Тебя Не Учил Учишься Из Других Источников Вот Мой Мир Вот Это Дальше Вот здесь А то Сегодня Уже Выставлено Тринадцать Роликов У меня Много Потому что Насчитано Было Добротолюбие Златоуз И отдельно Григорий Дещенко И Во свете Библии Православный Библейский Сайт Вот он Вот Самое главное Я считаю Это Вопросы И ответы 4124 Вот Ну Немножко Можем Взять Просчитать Это Сейчас У меня Тема Идет О деньгах Возьму Несколько Давай Вопрос 1487 Пятый Том Открытым Оком Насколько Верно Изречение Что Время Деньги Ну Время Деньги Так Вот Есть Время Это Деньги Ну Насколько Это Достоверно Это Мне Задают Вопрос Когда Я Вел Занятия В Университетах Сидят Студенты Преподаватели Профессора Приходили Ну Отовсюду И СПСБ И прокуратуры И краевой администрации Очень Разномастное Было Собрание Ответ Верно В том Смысле Что Кто Быстро И хорошо Работает Качественную Продукцию Дает То Он Легко Платит Налоги Хорошо Содержит Семью За Одну Минуту Сделаешь Больше Больше И денег Получишь Получишь Да Но считай Но считать Что деньги Ценнее Времени Или Разно Равнозначно Между собой Это Глубоко Ошибочно Деньги Можно Потерять И Можно Как-то Хотя Б Отчасти И Вернуть Что Касается Времени То Это Исключено Потеря Времени Может быть Смерти Подобной Серахова 19.1 Работник Склонный К пьянству Не обогатиться И ни во что Ставящий Мало Мало Помалу Придет В упадок Вот оно У нас Написано На стиле Но кто Опоздает С покаянием С примирением Со Христом Тому Уготовано Не разорение А полный Крах Муха Вечная Евреям 3.7 15.1 4.7 Ныне Когда вы Слышите Гласову Не ожесточите Сердец Ваши Как во время Ропота И время 4.1 Посему Будем Опасаться Чтобы Когда еще Остается Обетование Войти В покой Не оказался Кто из вас Опоздавшим Слова Время И деньги Очень хорошо Просто Фотогенично Выглядятся Тогда Когда люди Спешат Делать Добро Творить Щедрую Милосты По любви К Богу К ближним 2.2 Карифеном 9.9 Как написано Расточил Раздал Нищим Правда Его Пребывает В век А времени Много Поговорок Вот Как видится Сегодняшнему Человеку Не только Вечность Но и Доля Секунды Человеку Чтобы понять Ценность Одного Года Спросите Студента Который Не сдал Экзамен Чтобы понять Ценность Одного Месяца Спросите Мать Родившую Недоношенного Ребенка Чтобы понять Ценность Одной Недели Спросите Редактор Еженедельной Газеты Чтобы понять Ценность Одного Часа Поговорите С влюбленными Ждущими Свидания Чтобы понять Ценность Одной Минуты Поговорите С человеком Который Опоздал На Поезд Чтобы Понять Ценность Одной Секунды Поговорите Человеком Который Избежал Несчастного Случая Чтобы Понять Ценность Одной Миллисекунды Поговорите С Спортсменом Завоевавшим Серебряную Медаль На Олимпийских Играх Вот Какой Ответ Вот А времени Время И деньги Сразу Научение А человек Скажет Так А что Тут Местописание Во первых Священное Писание Дальше Вопрос 1301 Четвертый Том Открытым Оком Как Понимать Луки 14 26 Если Кто Приходит Ко Мне И Не Возненавидит Отца Своего И Матери И Жены И Детей И Братьев И Сестер А Притом И Самой Жизни Своей Тот Не Может Быть Моим Учеником Ответ Когда Задают По этому Стиху Вопрос То У меня Возникает Встречный Вопрос Первые Христиане О которых Мы читаем Что Они Продавали Имение И Цену Проданного Приносили К ногам Апостолов Нуждались Ли Они В этом Стихе Вообще И Златов Говорит Что Евангелие Написано К стыду Нашему Стыд Состоит В том Что Человек Заглушил В себе Совесть И Перестал Слышать Голос Божий Притом Сделал Это Добровольно И охотно Евангелие Написано К стыду Какое Смелое Изречение То есть Если Ты по Совести Живешь Тебе Евангелия Не надо Когда Узнает Кто То О том Что Некто Сдал Своего Отца Или Мать В дом Престарелых То Он Слицает Стыд То Какой Здесь Произошло Еще Больше Отец Небесный Не Престарелый Родитель И Не Может Быть Нам В Тягость Чего Же Ради Было Отворачиваться От Него И Затыкать Свои Уши От Его Глаза Когда Люди Перестали Слышать Бога Тогда И Был Написан Закон Для Нас Это Евангелие Первые Христиане Крещенные В огненных Языках Духом Святым Не Имели Ни Одного Евангелия Которые Будут Написаны Позже Слово Их Подобно Лесному Пожару Охватывало Империю Они Перестали Чувствовать Родственные Связи С родными С теми Кто Не Принял Христа А Как Же Иначе Сам Же Господь Сказал Луки 11 23 Кто Не Со Мною Тот Против Меня И Кто Не Собирает Со Мною Тот Расточает Деяние 9 4 Он Упал На Землю И Услышал Голос Говорящий Ему Саввл Саввл Что Ты Гонишь Меня Не Принявшие Христа Оставались Теми Кто Не Вошел Вновь В Ковчег Они Враги Христу Значит И Мои Враги Спустя 15 Лет После Воскресения Иисуса Христа Из Мертвых Евангелист Лука И написал Эти Слова Для Плотских Людей Ставшие Совершенно Непонятными Представь Себе Что В Волчьей Стае Некоторые Из хищников Вдруг Сделались Овцами А у Остальных Кровожадная Сущность Осталась Прежней Матфея 10 16 Вот Я посылаю Вас Как овец Среди Волков Итак Будьте Мудры Как Змеи И Просто Как Голуби По Другому И Быть Не Может Но Здесь В каждом Конкретном Случае Нужно Поступать Чрезвычайно Осторожно Если У вас Такие Неверующие Родственники То Молитесь О них И Без Совета С Опытным Духовным Человеком Не Предпринимайте Никаких Необдуманных Жагов Пух Пух Над Городом Прихожанка Священника Вкусным Борщом Угостила А потом Про него Ж Бестыдную Сплетню Пустила Что Он Ел С Аппетитом Как Только Едят Великаны Что Он В Борщ Положил Без Стеснения Много Сметаны И Мнение Созрело О гости Священники Скоро Он Совсем Не Духовный Он Только Сметанник Обжора Посещал Прихожан Он Как Добрый Внимательный Странник Но Теперь Отовсюду О нем Говорили Сметанник Люди Скоро Узнали Кто Сплетню Пустил Повсеместно Про Нее Говорили Она Поступила Нечестно Может Сделать Такой Лишь Злыдня Вражище Страшила Стала Грызть Ее Совесть И Сплетница Твердо Решила Я Покаюсь Перед Батюшкой В страшном Грехе Измышления Чтобы Вместо Печали В душе Расцвело Утешение Постучалась К нему Она Сразу Лицом Покраснела Дверь Открылась Вошла Виновата Смущенно Несмело О Смиренный Отец Перед Вами Стоит Клеветница Очернила Я вас Поступила Как хищная Птица Мне Известны Повсюду Святой Вы Известны Повсюду Святой Христианской Любовью О Простите Не буду Небрежения Вернулась 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 Разве 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 Собрать Все пушинки И Вечности Мало Разнесло Их По разным Квартирам Кварталам Это Верно Вот так же И сплетню Вернуть Непосильно Она Корни Пустила И Злыми Плодами Обильно Не трещи Языком Укорачивай Это Орудие Чтоб Царила Везде Доброта Красота Правосудие 1963 Год Старница 33 Родион Березов Такое Дело Теперь Я спрошу Сколько У нас Тут 43 Минуты Можно Сказать На сегодня У нас 23 Володя У меня Считает Ну И Благодарный Слушатель Надежда Сейчас С голубями Займусь Моцион